Чудесно быть в церкви Здесь кто-то вынужден быть онлайн Знаете, я тоже очень люблю эту химию И эту духовную связь Нас, как братьев и сестер, друг с другом Как церковь И на прошлой неделе я делился словом с молодежью Мы как раз разбирали два института Которые Господь сотворил на этой земле Это семья и церковь Чем они похожи, в чем их отличия Как они перекликаются И мне эта тема очень дорога Но сегодня я хочу немножко поговорить о другом Не о сообществе Не о взаимоотношениях разных людей А о том, что это все наполняет У любого общества есть составные части У церкви есть какие-то детали Малые группы, различные служения На работе у каждого по-своему Есть какие-то, может быть, уровни Начальство Может быть, разный функционал Разные отделы В школе мы делимся на классы А в детском саду на группы Мы даже по домам поделены по семьям Но у любого общества, у любого социума Есть наименьшая его составляющая И она у всех одинаковая по-любому Это человек То есть наименьшая составляющая любого общества Это один человек Ну, как бы, вы скажете, его тоже можно поделить Но он тогда будет неживой И как бы он не будет его составляющей Живой составляющей То есть живой составляющей является один человек Одна личность Я сегодня хочу говорить об этой личности Об этой наименьшей составной Любого общества в этом мире О человеке И когда мы Когда я размышлял об этом И думал о том, что Это же единица, правильно? Вот Единица измерения Человек Единица Мне на память пришли Слова Владимира Маяковского Не скажу, что я их когда-то учил Не скажу, что я их прям знаю Но пришли на память И я их нашел Прочитал все произведение Читать вам все не буду Прочитаю лишь те слова Которые пришли мне В мыслях Единица Кому она нужна? Голос единицы Тоньше писка Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре А близко И еще один Фрагмент Единица вздор Единица ноль Один Даже если очень важный Не подымет простое Пятивершковое бревно Тем более дом Пятиэтажный Ну Словам эти много лет Они Уже Как бы Кем-то забываются Кем-то и не помнятся Но Знаете Почему я об этом Решил говорить Я понял Что Общаясь с людьми Видя их жизни Я по-прежнему вижу В Жизнях В мышлении людей Вот это вот Отношение К единице Ну и действительно Ну так вот Взять Меня Как единицу Я Такой Среднестатистический Молодой человек Ну Среднего возраста Ну Как бы Я не маленький Но Как бы Еще не сильно большой У меня средняя Семья Ну Как бы Я муж Отец Я хороший муж Неплохой Но не сказать Что идеальный Такой Средний муж Средний отец Работаю я Я Небольшой начальник Но я Как бы Непростой рабочий Такой Средний Менеджер Среднего звена Ну Ну Что еще Я даже в церкви Участвую в служении Ну Я как бы Не суперслужитель Ну Еще Уже и не учусь Как бы Вроде Нормально Такой Средний Служитель Нормально Пойдет Правильно И Я больше скажу Вот вы Здесь сидите Ну Я вот Смотрю Наблюдаю Молодых ребят Ну Примерно Таких же Как я Ну таких Средненьких Ну кто-то Чуть-чуть Постарше Ну кто-то Чуть-чуть Помладше Ну у кого-то Детей чуть Побольше Девушек Вижу Ну вы Ну примерно Как вот Ну моя жена Там Плюс-минус Кто-то Кто-то Как моя мама Да Да У вас дети Моего возраста И Ну вот так Примерно Средненько Мы все Вот тут Единицы Собрались И это Мышление И вот эта Вот позиция Она ведь Есть Она витает И в наших умах Ну что Ну и что Меня вот Уберите Ну вот я Такой вот Средненький Ну какого-нибудь Другого Средненького Поставят Ну там На работе Точно уж Найдут Получше Ну там Из помощников Подымется Какой-нибудь Молодежь Церкви растет Слава Господу Найдут Найдут Правда Единица Ну что Кому она нужна Знаете Драгоценные Я сегодня Вышел сюда Не разбирать Маяковского И даже Не себя Мы с вами Разберем Слово Божье И как Господь Все-таки Смотрит На вот эту Вот единицу На одного Человека На одну Личность Насколько Она важна Для него Давайте Мы с вами Откроем Евангелие От Луки 15 главу И знаете Я не буду Как бы Препарировать Себя Как пример Я достаточно Сказал вам О себе Не буду Никакого Бедолагу Тут вот С первого Ряда Вызывать И рассказывать Про него Но Нам надо Какую-то Личность Взять Которую Мы будем Разбирать Ну Какой-то Пример Модель Правда Ведь Чтобы Она нам Хорошо Запомнилась И я Решил Взять Наглядный Пример Мы сейчас Про него Прочитаем И так И назвал Свою проповедь Одна овца Вот Одна овца Она будет Нашим Примером Она одна И она Ну Овца По примеру Мы читаем С 3 стиха 15 главу Луки Но он Сказал им Следующую Притчу Иисус Говорит Кто Из вас Имея Сто Овец И потеряв Одну Из них Не Оставит Девяносто Девяти В пустыне И не Пойдет За пропавшей Пока Не найдет Ее А найдя Возьмет Ее На плечи Своей С радостью И придя Домой Созовет Друзей И соседей И скажет Им Порадуйтесь Со мной Я нашел Мою пропавшую Овцу Сказываю Вам Что так На небесах Более Радости Будет Об одном Грешнике Кающемся Нежели О девяносто Девяти Праведниках Не имеющих Нужды В покаянии Вот Эта Вот пропавшая Овца Будет героем Нашей Сегодняшней Проповеди Ну Вы скажете Ну Мы здесь Сидим Уже столько Лет Это явно Не про нас Ну Это вот Молодой человек Из Ростова Выходил Говорил о том Что нужно Идти проповедовать Там столько Пропавших Овец Спасать их Они нуждаются В нашем слове Да и аминь Я согласен С этим Но драгоценные Неужели Этот пример Нужен В Библии Лишь для того Чтобы показать Что Ну вот Кто-то из нас Однажды Спасся И Господь Радовался Неужели Если вы Неделю назад Или Где-то на этой Неделе Прошедшей Оступились Поступили Неправильно Понимаете Что кого-то Обидели И Раскаявшись Пришли К Господу И попросили Прощения То эта история Уже не про вас Да Наверное Про вас Про меня Мы живем В этом мире И нам Каждый день Нужен Господь Мы приходим К нему И неужели Вы думаете Что Он Ну Не ищет нас И не находит И не Не принимает Но эта история Очень ярко Показывает Насколько Богу Важна Единица Вот это вот Одна овца Ради которой Он пошел Он оставил все И он радуется Радуется тому Что нашел Я Ценность Нашей жизни Ценность Каждого Из нас Человека Она очень Велика В глазах Бога И Маяковский Не был Прав Наша Жизнь Перед Богом Уникальна Да Это рождает Определенные Последствия Мы не просто Ценны Индивидуально У нас Ответственность Индивидуальная Оказавшись Пред вратами Рая Нас Будут Приглашать Ну пойдем Поговорим Мы скажем Не подожди Подожди Я там У меня церковь Там была Целая Новая жизнь Сейчас я их дождусь Нет Ты их не дождешься Она там существует Все хорошо Пойдем Пойдем Я тебя Приглашаю Ну хотя бы Домашнюю группу Там уже все Вот На подходе Нет Тебе скажут Пойдем Не катит Ты один должен Встать на этот Диалог Ну скажешь Ну хотя бы Жена У меня в семье Жена отвечала За молитву Я ей Поручил Это Я хочу С ней Отвечать Перед Богом За свою жизнь Нет Пойдем С тебя Будет спрос Драгоценные Мы Как Цены Уникально Персонально Перед Богом Так и отвечать будем Персонально И это Ну это как бы Мы привыкаем к этому Мы это понимаем Но как-то Иногда оно уходит На второй план Мы отключаемся От этого Но ведь это так и есть Я сегодня хочу Рассказать Не просто вот эту Историю про овцу Которую мы прочитали А три истории Про овцу Про одну и ту же Разные Они выдуманные Не переживайте Ни одна овца Не пострадала Но Они очень наглядные Одна овца Посмотрела вокруг Смотрит Что это за стадо тут И решила вдруг Пойти своим путем Отбилась от стада И пошла Заблудилась Потерялась Запуталась в кустах И тут приходит За ней пастух Находит ее Берет на свои руки На шею Несет домой Принес Радуется Пригласил друзей И накрыл стол Веселиться Ура! Моя пробавшая овца Нашлась А овца в стадо Возвращается Ходит и говорит Такая Ну че Вы посмотрите Как Пастух любит меня Он вас всех бросил Ради меня Вы тут Стадо Баранов Ходите за ним А я вот пошла А он ради меня Одной Все бросил И пошел Вернул меня Принес на руках Он так меня любит Что Ну вот Я особенная Я особенная Он меня ценит Больше всех остальных Знаете Ну как бы звучит Так прикольно Но овца Ты че Ну как бы Но ведь Но ведь Он пошел за тобой Потому что он любит Он за любой бы из нас Так пошел Порой люди У которых Есть успех в жизни Есть какие-то Достижения В разных сферах В спорте Не знаю Музыке Бизнесе Достигающие Определенных высот Они начинают думать Что они особенные Потому что Вот Ну Им Все прет Все идет Их дары И таланты Они использовали Достигли Определенных результатов И они начинают гордиться Это гордая овца Она Она возгорделась Она посчитала Что она важнее Ценнее Других Знаете Среди Братьев и сестер Тоже Бывают такие ситуации Может быть Неумышленные Мы уже привыкли К таким выражениям Но последнее время Я Когда общаюсь С кем-то из верующих Я задаю вопрос Как твое здоровье Драгоценное Не затронул ли тебя Тот страшный недуг Который ходит Сейчас по Нашей планете Знаете Я думаю Что может быть Я бы так же ответил Автоматически Но Мне очень Как бы Резануло по слуху Этот ответ Мне отвечают Не-не Слава Богу Меня Бог хранит Я думаю Ну как бы Нормальный ответ Верующий человек Правильно Но Подождите У меня сразу вопрос Подождите А что Меня не хранит Или что Люди Которые К сожалению Покинули этот мир И ушли к Господу Из-за этой болезни Их Бог не любил Что ли А их жизни Были не ценные Или они как-то Нагрешили Так сильно Нет Драгоценное Ценность каждого Из нас В глазах Господа Она велика Но она точно Так же велика Наша жизнь Как и жизнь Нашего ближнего Он ради ближнего Точно так же Пойдет И этот пример Он был понятен Пастухам Потому что Ну пастух Он Ну Он Одну овцу Еще пойдет спасать Ну две Он разорвется Ну физически Всех он не сможет Спасти У Бога Нет этих ограничений Для него реально Позаботиться О каждом из нас Для него реально Пойти и спасти Каждого из нас И он ценит Я не знаю Почему Происходит так Почему кто-то болеет Да кого-то Бог допускает Эти испытания Кого-то Он забирает К себе Кого-то По милости своей Проводит мимо Но от этого Ценность Человеческой личности Она не пропадает Она от этого Не зависит Хочу Чтоб мы Вспомнили Такую историю Евангелие от Матфея 20 глава 20 стих Мать сынов Завидеевых Подходит к Иисусу И говорит Можно Мои Вот Сынки Иоанн С Иаковым Сядут По левую По правую сторону Возле тебя Господи И я думаю Что Вы знаете Что Иисус Ответил им Он ответил им Что Все хорошо Я их люблю Они будут Жить той жизнью Которую Уготовил им Господь Будут креститься Моим крещением Но где они Сядут на небесах Не в моей власти Ну Распорядиться Я не могу Знаете Ну удивительно Ведь Иоанн Был любимым учеником Иисуса Христа Самого Господа И он ему Говорит Что Я не обещаю Что ты там Где-то рядом Со мной Будешь сидеть Как же так Неужели даже Он Не был Таким Любимчиком Неужели Даже Его жизнь Не имела Большей ценности Чем жизнь Остальных Иисус говорит Нет Нет Ну Она цена Но она цена Так же Как и другие Жизни История Про вторую Овцу Посмотрела Она вокруг На стадо Смотрит Все такие Красивые Эти поют Эти танцуют Тут Спортсмены Тут Бизнесмены Тут Рукодельницы А тут Просто красавицы Одна Я ничего не знаю Ничего не умею Серая мышь Не по пути Мне с ними Пойду я Ушла Заблудилась Плачет Страдает Запуталась В кустах Приходит пастух Нашел ее Взял на руки На шею посадил Принес домой Радуется Друзей позвал Овца плачет Как среди них жить Я ничего не знаю Ничего не умею Почему я такая Я какая-то не такая Знаете Такой овце Хочется сказать Да ты что вообще Пастух Всех бросил За тобой пришел На руки тебя поднял Вернул домой Радуется А ты страдаешь Да ты что Твоя жизнь Цена В глазах Пастуха Ты великая Не знаю Ничего Бывает такое Бывает Да смотрим мы На Тех людей На те единицы Которые смотрят На нас С экранов Телевизоров С экранов Интернетов И думаем Вот это единицы Их голос Точно не тоньше Писка Слышен На всю страну И мы думаем Ну это Это что-то Вот запредельное Они живут Как-то Ну в каком-то Другом мире Наверное У них Нету Таких проблем Как у меня Сын двоечник Жена Что-то Поссорились Еще что-то Они вообще Идеальные Они же Как Ну вот Как с картинки Все Знаете Я думаю Что Вы скажете Ну да не Мы так Не думаем Но кто Из вас Встретив В аэропорту Какую-нибудь Звезду Ну вот прям Звезду Звезду Не подойдет Ну или по крайней мере Не захочет Подойти И сфотографироваться С ним Ну потом же Не поверят Ну не поверят Что ты его видел Надо подойти Можно с вами Сфотографироваться Все Как Как с экспонатом Но ведь Они такие же люди Ну такие же Из той же плоти И крови Точно такие же Ну да Они Они что-то делают Хорошо Настолько хорошо Что Ну Это полезно Многим людям Это Выходит На экраны телевизоров Интернетов Ну А Ну а Где же повод Делать их Чуть ли не богами Да нет Они молодцы Классно Но ведь Они такие же Хочу Также с вами Посмотреть На одного Такого героя Про него Написано В книге Судей Шестая глава Двенадцатый стих Это Гедеон Он Сидел В скале И прятался От Мадьянитян Он Ну Боялся Конкретно Боялся Что сейчас Придут И Его Бьют И тут К нему Ангел Господень Приходит И говорит Пойдем воевать Нормально Ты подходишь Осторожно Спортом Не занимаюсь Почему я Почему я Господь Но я верю Что Господь Приходит За каждым Да Да За каждой Овцой Он приходит И Каждого Желает Спасти Каждого Желает Вернуть В свой Дом Потому Что Вы Цены Для Него В противном Случае Вас Бы не Существовало На земле А Вы Существуете Именно Поэтому Ваша Жизнь Ценность Ценность В глазах Господа Она Велика Это не просто Песчинка Механизма Винтик Который Можно Заменить Вы Уникальны И Ваши Отношения С Богом С Небесным Отцом Они Тоже Уникальны Цена Этих Отношений Очень Велика Знаете Третью Историю Расскажу Про Овцу Которая Никуда Не ушла Но Она Подумала Да мне Здесь Хорошо Пастух Меня Ведет Пастух Мою жизнь Направляет Кормит Меня Водит К злачным Пажатям К водам Тихим Чего Куда-то Пойду Так Классно Ведь Здесь Знаете Можно Сказать Но Ведь Он Ради Этой Овцы Никого Не бросил Никуда Не ушел Она Всегда Была С ним Но От Этого Ценности Не Умолилась Не Стало Меньше Он Ведь Действительно Любит Каждого Он Действительно Ценит Каждого И Действительно Ждет Каждого Из Нас Лично Навстречу Знаете Я Размышлял О том Что Труд Каждого Человека Очень Важен Не Просто Личность Не Просто Наше Существование Да Это Любовь Она Любовь Божья Она Безусловна И Господь Любит Каждого Из Нас Безусловно Но Вот Вопрос Откликнемся Откликнемся Ли мы На эту Любовь Осознаем Ли мы Эту Ценность Так Что Скажем Да Господь Готов Всегда Идти Следовать За тобой Всегда Быть Рядом Слышать Твой Голос Следовать Твоим Повелениям Это Уже Ну Как бы Наш Шаг Или Ты Будешь Все Время Бегать Теряться От Своего Стада И Все Время Проверять Любит Ли меня Бог Пойдет Ли Он Меня Искать Найдет Ли Любит Найдет Или Ты Будешь Верен Ему Будешь Всегда Рядом С Ним Знаете Я живу В Многоэтажном Доме И Перед Моим Домом Есть Двор И Его Каждый День Убирает Дворник И Он Это Делает Хорошо Вот Прям Хорошо Я Выхожу Любуюсь И Радуюсь Тому Что У меня Перед Подъездом Асфальт Не в Наледи Не в Снегу Там Нет Куч Мусора Я Его Видел Не часто Он Обычно Работает До того Как я Выхожу Еще Темно Такой Пожилой Мужчина Но Он Делает Свое Дело Хорошо Но Ведь Я Не Захочу С ним Сфотографироваться Если Встречу В Аэропорту Я Не поймаю Его Не скажу О Привет Привет Я Живу В том Доме Возле Которого Ты Убираешься Дай Сфотка Жена Не поверит Что мы Встретились А почему Нет А почему Нет Неужели Его Труд Меньший Ненужней Хуже Чем Труд Той Звезды Которая Радует Нас Своими Песнями С экранов Телевидения Он Ведь Тоже Трудится Тоже Регулярно Постоянно Он Он Делает То К чему Его Призвал Господь Ну да Такие Обстоятельства Может быть Он Умеет Это Но Он Это Делает Хорошо Цена Его Жизни От Этого Не Меньше Цена Звезды Не Равняется Цене Трех Дворников Так Нельзя Сказать Их Жизни Равны И Господь С каждого Из них Спросит Персонально Ни Несовместно Ни Ни Церковью Ни Семьей Ни Там Политической Партией Там Это Будет Без Разницы Там Будешь Ты И Он И Твой Отклик На Его Призыв На Его Призвание Которое Есть Для Каждого Из Нас Которое Есть Для Каждого Из Нас И Может Быть Ты В Нем Не Достигнешь Успеха На Экране Телевизора Но Поверь От Этого Ценность Твоего Призвания Не Уменьшится Ценность Твоей Жизни Не Умолиться Но Господь Любит Каждого Из Нас Мне Жена Сказала Не Затягивай Скажи То Что Хочешь Сказать Пусть Это Будет Полезно Я Верю Что Это Было Полезно Я Хочу Помолиться Вместе С Вами Драгоценный Бог Я Благодарю Тебя За Милость Твою Благодать Ко Мне За То Что Я Как Та Потерянная Овца Однажды Был Найден Тобой Может Быть Не Однажды Но Ты Находишь Меня Постоянно Ты Любишь Меня Ты Ценишь Мою Жизнь Мою Личность Мои Решения Мой Выбор Ты Общаешься Со Мной Как Как С Другом Как С Тем С Которым Ты Стал Наравне Господь Спасибо Тебе Спасибо Тебе За Мою Жизнь За То Что Она Наполнена Тобой Наполнена Этим Дыханием Жизни Наполнила Наполнена Сутью Сутью В Тебе Господь Спасибо Тебе За То Что Каждый Человек С Которым Я Встречаюсь Каждый Человек Который Находится Рядом Со Мной Он Умеет Эту Же Ценность И Ты Точно Так Же Любишь Его Ищешь Его Находишь Его И Радуешься О Нем Господь Спасибо Тебе За то Что Ты Показываешь Мне Когда я Начинаю Гордиться Помогаешь Мне Найти Смирение В Тебе Стать Спокойней Перестать Хвастаться Ведь Все Что Я Делаю На Этой Земле Благодаря Тебе Это Твой Дар Твои Способности Все Это Однажды Уйдет Но Наши Отношения С Тобой Будут Вечны Господь Я Молюсь Помоги Мне Не Чувствовать Себя Ничтожным Когда я Смотрю На людей Достигших Чего Помоги Мне Осознавать Что У Тебя Для каждого Своё Призвание Для каждого Свой Вызов Свой Призыв Для каждого Ты Приготовил Свою Судьбу И Я Господь Хочу Откликнуться На Свой Призыв Я Хочу Не Оказаться Ничтожной Единицей Которая Никому Не Нужна Несмотря На то Что Я Один Я Хочу Откликнувшись На Твоё Призвание Достичь Высоты В Тебе В Том Деле Которое Ты Доверишь Мне В том Месте Куда Ты Поставишь Меня Господь Даже Если я Буду Один Я Знаю Что Цена Моей Жизни Моего Труда В Твоих Глазах Она Очень Велика Ты Ради Моей Жизни Пошёл На Крест Ты Не Умер Ради Нас Ты Умер Ради Каждого Из Нас Ты Умер И Воскрес Тем Самым Открыл Нам Доступ На Небеса Не Нам А Каждому Из Нас Персонально И Сегодня Сегодня Мы Можем Приходить К Тебе Слышать Твой Голос Доброго Пастыря Нам Не Нужно Бегать И Искать Где Лучше Нам Не Нужно Думать Что Мы Не На Правильном Месте Если Мы С Тобой Ты Позаботишься О Нас Если Мы С Тобой Ты Направишь Нас Наши Ноги На Свои Пути Господь Мы Желаем Лишь Слышать Твой Голос Иметь Это Отношение С Тобой Личное Отношение Не Через Церковь Не Через Домашнюю Группу Даже Не Через Жену Персонально Общаться С Тобой Персонально Господь Слышать Твой Призыв И Следовать Господь С верой Что Наша Жизнь В Твоих Глазах Так Велика Мы Любим Тебя Благодарим Божьим За Милость Твою К нам Незаслуженную Милость Благодарим Господь Слава Добой Тебе Каждый Верующий Скажет Аминь Дорогие Друзья Пожертвования Можно внести Любым Удобным Для вас Способом Способ Первый На сайте Церкви NewLife.ru В разделе Поддержать Нас С помощью Платежного Сервиса Робокасса Вести Сумму И выбрать Любой Из Предлагаемых Способов Оплаты Способ Второй С помощью QR-кода Который Также Размещен На сайте Церкви В разделе Поддержать Нас Способ Третий Через Сервис Сбербанк Онлайн В разделе Оплата Услуг Набрать Церковь Новая Жизнь Города Екатеринбурга Реквизиты И полное Наименование Получателя Встанут Автоматически Вам Необходимо Будет Внести Вручную Сумму И назначение Платежа Пожертвования На осуществление Уставной Деятельности Большая Просьба Точно Указать Именно такое Назначение Платежа Способ Четвертый Любым Другим Безналичным Способом По реквизитам Указанным На сайте Церкви Newlife.ru В разделе Поддержать Нас Если Если у вас Возникают Вопросы О способах Пожертвования Вы можете Задать их По телефону 8-912-22-333-02 Пожалуйста Не используйте Этот номер Телефона Для перечисления Средств Он предназначен Только для информации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...